Улица Ленина – исторический центр города. Большинство чистопольцев уже привыкли ко всякого рода рекламным вывескам, счетам и табличкам, которыми пестрят здания, расположенные на этой улице. В ходе очередного рейда сотрудники вновь созданного в Чистополе управления административно-технической инспекцией решили проверить законность установки этих рекламных конструкций. Управление административно-технической инспекции. Вы у нас кто? Я. Привет. Инспекторы заходили в каждый магазин и проверяли наличие всех необходимых документов, разрешающих установку рекламных вывесок. Как показала проверка, у большинства объектов таковых нет, а значит их владельцам придется заплатить штраф, размер которого весьма внушительный. Нарушителей физически лицо ждет административный штраф за первое нарушение от 2 тысяч до 3,5 тысяч, за повторное в течение года это от 3,5 до 5 тысяч. Устанавливая рекламные конструкции без разрешения, владельцы магазинов нарушают не только правила благоустройства города, подчеркивают специалисты, но и закон. На основании федерального закона 38-13 марта 2006 года распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия не допускается. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться в соответствии с характерными обликами фасадов архитектурного наследия, не должны ухудшать внешний архитектурный облик и закрывать существующие проемы. Всем собственникам исторических объектов культурного наследия, у которых не имеется разрешения, необходимо обратиться в отдел архитектуры и получить согласование архитекта года чистки. За весь период работы инспекции, а это всего несколько недель, составлено 38 протоколов, которые переданы в административную комиссию муниципального района для дальнейшего принятия решений в отношении нарушителей правил благоустройства. Некоторым выданы уведомления и выписаны предупреждения. Чистополь – это один из красивейших городов республики Татарстан. Поэтому, чтобы наш город был еще красивее, еще чище, прошу соблюдать эти правила благоустройства. То есть рычаги довольно-таки серьезные штрафы, довольно-таки серьезные. Чтобы до них не доводить, читайте правила благоустройства, изучайте их и прошу их соблюдать, выполнять. Такие рейды сотрудники инспекции проводят ежедневно. Проверять будут не только предприниматели или организации, но и частный сектор. Правила благоустройства должны соблюдаться всеми. Ознакомиться с ними можно на официальном портале муниципального района. «Хотелось бы также обратиться к физическим лицам, к частному сектору, чтобы около домов не было складирования строительных материалов. Если уж есть необходимость складирования, что действительно ведется стройка, необходимо брать разрешение на складирование строительных материалов в исполнительном комитете Чистопольского муниципального района. Ну и то, если уж есть эта острая необходимость. А то мы вот объезды делаем, что лежат кучи гравия, доски, мусор. Спрашиваю людей, стройка. На самом деле стройке никакой не ведется. А вообще все строительные материалы нужно по возможности складывать у себя на территории. То есть во двор, где-то около дома ничего не должно быть». Редактор субтитров А.Семкин